Церемония в этом году действительно получилась неоднозначной. Было очень много пафосных речей о дискриминации женщины, о новой эпохе для актрис в Голливуде. Но при этом, как верно подметила Наталья Портнена, объявляя победителя за звание лучшего режиссера, боролись почему-то только мужчины. Правда, стоит отметить, что женский триумф все-таки случился в номинации лучший комедийный фильм. Режиссерский дебют Грета Гервик «Леди Бёрд» назвали лучшей комедией, а Сиршу Роннен, сыгравшую в картине главную роль, лучшей актрисой. Для Герви, которая известна как актриса малобюджетного независимого кино, эта победа действительно пропуск в большое кино. Пусть и в других номинациях лидировали мужчины, зато главной темой многих представленных картин и сериалов была непростая женская доля. Так, мини-сериал «Большая маленькая ложь» о насилии в семье собрал больше всего золотых глобусов. Рассказ «Служанки» признали лучшим драматическим сериалом, а исполнительницу главной роли Элизабет Мосс – лучшей актрисой. Главным моментом церемонии стала эмоциональная речь Опры Уинфри, которая получила награду за выдающиеся достижения в кинематографе. Телеведущая говорила о правах женщин и недопустимости сексуальных домогательств. Выражали поддержку женщинам на золотом глобусе не только монологами со сценой и черными платьями, но и значками «Time is up». Джастин Тимберлейк, например, хотел как лучше, но получилось как всегда. Он тоже присоединился к акции, но в Твиттере актеры и музыканта обвинили в лицемерии. А все потому, что Тимберлейк недавно снялся в Уди Алина. Несколько лет назад режиссера в сексуальном насилии обвинила собственная дочь. Не обошлось и без забавных моментов. Джеймс Франко получил золотой глобус за роль в фильме «Горе творец». Это биопик о Томми Вайсу, обычном американце, который мечтал о всемирной славе и снял один из худших фильмов в истории кино. После выхода его фильма «Комната» за Вайса закрепился статус самого бездарного режиссера Голливуда. Зато Джеймс Франко именно благодаря ему получил звание лучшего актера. Вот такая вот ирония судьбы. Еще один неловкий момент золотого глобуса – это встреча вечных соперниц Дженни Фрейнистон и Анджелина Джоли. Последний раз актрисы пересекались три года назад на другом голливудском мероприятии. В этот раз Энистон даже пропустил красную дорожку, чтобы лишний раз не столкнуться с Джоли. Брэд Питт на золотой глобус не приехал. Он, видимо, приходил в себя после благотворительного аукциона Шона Пэна, который состоялся накануне глобуса. Питту так и не удалось выкупить очень интересный лот – возможность посмотреть одну серию «Игры престол» вместе с Эмилией Кларк. Актер поднял свою ставку до 120 тысяч долларов, но один неизвестный гость предложил больше 160 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok